Друзья, всем привет! Очередной мой день начинается в Турции. Я только что сделал чек-аут с отеля. Кстати, вот за спиной у меня отель. Заходите в инстаграм, я там оставлял ссылку на его название и расположение. Увидите, где я ночевал сегодня. Обнаружил, смотрите, какое здесь интересное создание. Я думаю, девочкам не очень будет интересно, но мальчишки должны оценить по достоинству. Башмаки здесь резиновые, можно ездить по асфальту, асфальт не испортит. Это танк. Я думаю, они стояли раньше или до сих пор стоят на вооружении армии. Здесь вот броня, все как положено. Это очень прочная конструкция, я вам должен сказать. Друзья мои, прям капитально. Я такой танк вообще вблизи никогда не видел. Это танк М48А2Си. Танки. Вот здесь вот дуло вот такое интересное. Такая вот пушка. Да, прям нарезное. Там все видно. Все по-взрослому. Это реальный, настоящий танк. Ну, я думаю, это не современный танк. Кто разбирается в танках, напишите, пожалуйста, в комментариях, что это вообще за танк. Я не знаю, где у нас можно полазить, посмотреть, вот так любопытно поразглядывать танки. Но здесь он прям на пляже стоит. Там даже сидушка. Все вот эти дела, связанные, которые с управлением и так далее, этого танка. Я думаю, теоретически, не знаю, вот это откроется или нет. Но очень интересно. Я так понимаю, здесь у него моторный отсек, потому что здесь вентиляция. И мотор достаточно мощный должен быть, потому что танк капец тяжелый. Он еще стоит вот так вот на эстакаде, на постаменте. Они как направляющие просто идут. Вот эти все-все-все-все как направляющие. А вот этот привод, непосредственно он вращает гусеницы. Вот эти вот две звездочки, раз-два. Соответственно, и где-то мотор должен быть здесь, в этой части. Вот это, я понимаю, создано для того, чтобы... Это здесь нет радиатора, и она охлаждает. То есть он же полностью закрытый, и он с помощью этого охлаждается. Да, где-то там в передней части мотор, и вот эта вот штука крутит эти гусеницы. Но он вообще очень большой. Вот моя рука, и гусеницы прям такие серьезные. Самое удивительное, что он на пляже стоит. Вот детская площадка, вон там белый это отель, в котором я сегодня ночевал. И все, вот дорога, и вот он танк стоит. Прям возле дороги. Я еду сейчас на восток, туда дальше. Друзья, я сейчас выезжаю на трассу, и вот я хотел бы вам показать. Вот видите, туннельчик такой небольшой, и над ним мостик, там проходит трасса. То есть, когда мы едем по трассе здесь, в Турции, мы вообще ни о чем не думаем, не заморачиваемся. Единственное, там, если трасса проходит через какие-то населенные пункты, там, скорее всего, будут светофорчики, еще что-то. И обратите внимание, как у нас это все сделано. То есть, вот видите, турецкая трасса, турецкая трасса, она проходит по южному побережью Турции. И, в общем, здесь нет препятствий никаких. То есть, мосты либо сверху, дороги пересекаются перекрестные, либо снизу туннельчики, как я вам сейчас показал. И обратите внимание, как у нас, когда мы едем купаться на горячие источники или в Чунжу, как у нас там сделали. То есть, они сделали кольца постоянно, и на этих кольцах нужно постоянно делать объезды. То есть, постоянно-постоянно создается аварийная ситуация. Здесь у них какой-то сейчас ремонт, но вот это чем-то похоже на нашу трассу. Вот, они просто одну часть закрыли, и они ремонтируют одну сторону. И вот они сейчас сузили. Но на самом деле, я сейчас еду по встречной полосе, они ее просто сузили. То есть, здесь они максимально стараются делать какие-то туннели, мосты, чтобы дорога не виляла, дорога максимально, чтобы прямая была. И даже вот в поворотах, вы можете заметить, когда я вхожу в поворот, у меня камера на стабилизаторе, то есть, она немного поворачивается. То есть, дорога, она немного под наклоном идет. То есть, чтобы, это как на гоночных треках, чтобы машина не вылетала, если она будет просто прямая, машину будет сносить. И они чуть делают вот так под уклоном, чтобы машина нормально заходила в поворот. Так, оливки растут, и вот что-то жгут. Вот вчера я ехал, поднимался на гору, и там кто-то разжег костер прямо возле леса. Сухая трава, сухие деревья. Тут одной спички достаточно, они там мусор жгут. Вот с этим, друзья, будьте осторожны. Вообще, ущерб может быть не вообще невероятный, потому что одна спичка, и полностью нафиг весь лес сгорит, как это вот здесь вот произошло. Полностью вот это все сгорело, полностью все вот такуда взора хватает. И в Сиде, и везде у них здесь это постоянно все горит. Я не знаю, может быть, это как-то быстро восстанавливается, но это потушить нереально. Это, я даже не знаю, как это тушить, потому что пожарные машины туда не могут заехать. С самолетами сколько воды надо. Вся Калифорния сгорела, и тут тоже все сгорело. С огнем будьте осторожны, друзья мои, пожалуйста. Очередной пример туннеля. То есть здесь небольшая такая развязочка, и все это происходит под автострадой. Также у них здесь спроектированы очень грамотно ливневые вот эти всякие канализации, отводы. И вообще дороги в Турции, я даже думаю, их можно сравнить с европейскими автобанами, потому что, ну, они достаточно качественно, конечно, сделаны. Здесь у нас очередной туннель 1570 метров. Полтора километра вот туннель через гору. Вот этот туннель, на самом деле, ребята, экономит очень много времени и бензина, и вообще всего. На самом деле, друзья, вот этот вот туннель, и вообще в Турции очень много таких туннелей. Они очень сильно экономят, во-первых, время, во-вторых, топливо у машины, потому что, если бы я сейчас, к примеру, поднимался бы по серпантину, по простой, по обычной дороге, она где-то идет. Я уже несколько раз в этом убеждался. Она идет либо где-то сверху, либо с краю, да, вот с краю там идет дорога старая. Она здесь есть. Но этот туннель, вот там вот видно, он проходит напрямую через гору, то есть по самому короткому маршруту. И я думаю, если бы я ехал по серпантину, я бы ехал бы километров 10, во-первых. И по времени я бы ехал бы, к примеру, там не 20-30 секунд, а может быть 10-15 минут я ехал бы. И на самом деле в Турции очень много вот таких вот туннелей. Они все почти что бесплатные. Я не знаю, может быть, есть туннели в Турции платные. В Турции есть туннель. Он самый большой или на втором месте по протяженности. Этот туннель, у него там что-то в районе 15 километров. То есть 15 километров, представьте, 15 километров через гору. Долбили, там его начали проектировать 100 лет назад. И он находится на севере. Я думаю, возможно, я туда попаду даже когда-то. Вот видите, вот этот вот туннель, его тоже еще не открыли. Его достраивают. И вот дорога будет просто прямо вот туда уходить. Турки вообще очень хорошо строят. И в том числе дороги. И вообще вот еще прямо по курсу еще одна крепость. Я вообще, друзья, здесь вижу каждый день какие-то крепости, какие-то античные, какие-то памятники. И на самом деле вот в таких вот местах я начинаю понимать, особенно когда вот эти крепости стоят где-то на скале, высоко-высоко, в труднодоступных местах. Я начинаю понимать, как вот все-таки тем людям в средневековье тяжело жилось. Одним надо было спрятаться, другим надо было туда залезть, как-то подняться на эту крепость, чтобы там лучники не убили, чтобы там маслом горячим, кипятком не обожгли. И вот так вот люди жили. Представляете, то есть у них вся жизнь заключалась в том, чтобы спрятаться от кого-то в замке в этом, либо завоевать этот замок и все. Ну, конечно, там кто-то занимался, конечно, естественно, были путешественники, были там те, кто занимался строительством, те, кто занимались сельским хозяйством. Естественно, разные люди были. Но в основной массе жители средневековья, они постоянно каким-то вот таким вот нападком со стороны, со всех сторон подвергались. Поэтому мы живем вообще в прекрасное время. И вот от этих всех вот безделий наших у нас, у людей появляются всякие разные депрессии, и всякие разные там состояния такие, меланхолии, там еще что-то. Когда тебе нужно думать о том, что сейчас кто-то придет, тут с ножом горло перережет, или надо залезть там в замок завоевать, то там не до депрессии, друзья мои. Поэтому наслаждайтесь жизнью, посмотрите, какой прекрасный мир, какой он красивый, и столько вообще всего можно интересного увидеть и посмотреть. Мне вот иногда говорят, вот, настроения нету, кто-то мне рассказывает, вот, типа там, ничего неохота делать, там, такое, не знаю, что хочу, там, депрессняк. Ну, а чего это все? Это же все от пизделия. Смотрите, вообще говорят, что депрессия, это будет самая такая основная болезнь, или, ну, в общем, от этого страдать будут современные люди, потому что у нас все есть. Мы живем в достатке, у нас все, все, что мы только чего бы не захотели, все у нас есть, любое. Тосуку. Тосуку чуть дальше будет в селевке. Но здесь есть, смотрите, друзья, такие современные, прям, дома красивые. Здесь они уже ничего не выращивают, как вот в тех местах, которые я проезжал до этого. Я не знаю, какой там пляж, я, наверное, не буду заезжать на пляж, если что, загуглите, если вам будет интересно. Но порт здесь есть, порт, аренда машин, вот доеду до Мерсена, доеду до Газантепа, и, может быть, это пару дней у меня займет. И там я буду уже принимать решение, либо я поеду на север, либо я буду дальше по южному побережью путешествовать, потому что в той части будет заметно прохладней, там не будет такого количества солнца, как здесь ясной погоды, там, скорее всего, будут дожди. Ну и вообще там горная местность, там будет достаточно прохладно. Не знаю, возможно, поеду, возможно, нет, еще пока не решил. Пока еду на восток, в сторону Сирии. Проезжаю городочек Селевке, здесь сделал небольшую остановку, решил посмотреть, как, что здесь, вообще, почему и для чего. Вон там утки сидят. На берегу реки здесь находится город, ну, то есть, река протекает через город. Здесь есть несколько разных крепостей, всяких разных достопримечательностей. Вот одна из крепостей на самом верху находится. Здесь есть акведуков несколько, есть вот римский мост. Этот мост был построен когда-то давным-давно римлянями. И сейчас вот его здесь уже с помощью современной техники реконструируют. Типа, как раньше было. Я думаю, если бы они это не делали, он бы сломался бы. Этот город мне напомнил Аланию, за исключением, наверное, только того, что здесь нет туристов, такого большого количества туристов, как в Аланье. Ну и, соответственно, нет вот этого всего, что связано с туристами. Тоже речка протекает. Вообще, с многими большими городами обязательно с гор будет течь речка. Население, я думаю, где-то около 100 тысяч здесь. Типичный средний городочек. И, в общем, все с этим связано. Высокие вот такие здания. Ну, относительно высокие, примерно 4-5 этажей. Много машин, много людей. Вот этот вот кипиш непонятный. Отсутствие парковок. И, в общем, все достопримечательности. Я сейчас смотрел по картам все вот эти более-менее, которые нормальные здесь, достопримечательности. Все замки, крепости. И что здесь есть всякие разные цистерны, акведуки. Они все закрыты. Поэтому будет повод мне сюда еще вернуться. Но я думаю, это будет в следующий раз. Друзья, я сейчас остановился. Просто вот купил перекусить клубничку. Потом вот такие вот мандарины. Они очень сладкие. Там примерно полкилограмма или килограмм мне дали. И еще мне дали вот такие вот штучки. Они, я не знаю, они на вкус как лимон. Но они такие кислые. Это, по всей видимости, какой-то гибрид. Стоит 4 доллара всего лишь. Чай бесплатно. Поэтому сегодняшний ланч мне обошелся 4 доллара всего лишь. Фруктовый. Так, я сейчас дальше продолжаю движение на восток. Здесь периодически появляются вот такие вот курортные городочки. Всякие разные. Практически все побережье, если это не скалы какие-нибудь. Если более-менее такая ровная поверхность, то практически все южное побережье в Турции застроено. В востоку от Селифе есть небольшой такой городочек курортный. Богатый на достопримечательности тоже разные всякие здесь башни, крепости. Неважно, большой, маленький город. Они будут делать площадки вот эти для общественного отдыха и вообще украшать все. Это практически во всем, во всей Турции, в любом городе можно встретить. Вот так вот. Кысколесе это место называется. Я не знаю, что такое Кыск, но колесе это крепость. И вот, собственно, эта крепость, и она, эта крепость находится прямо в море. То есть, если смотреть с пляжа на море, то метров, наверное, 150-200 от берега, вот, пожалуйста, крепость. Это первая. И вот восточнее немного. Есть еще одна крепость. Пожалуйста, если вам одной будет мало, можете еще вторую. Но она уже на берегу. Каждый день, вот, каждый день я еду, и каждый день я вижу какие-то крепости, замки, какие-то руины, еще что-то. Турция очень богата на такие, на такого рода достопримечательности, поэтому любителям архитектуры и вообще истории однозначно понравится. Да и не только. Природа очень красивая. Меня очень многие спрашивают в Инстаграм. Владимир, как у вас здесь пандемия, там какие-то недовольства, какие-то демонстрации, еще что-то. Я не знаю. Я нахожусь, я еду по южному побережью, и я никакого отношения не имею к Стамбулу или там к Анкаре. Я не знаю, где это все происходит и происходит ли это вообще. Сидят, отдыхают в ресторане. Дети вот гуляют по набережной. Там тоже еще кто-то на набережной. Человека в маске встретить, ну, достаточно сложно. Может быть, один из ста будет в маске. В основном маски не носят, QR-коды вот эти не проверяют. Поэтому здесь все легко и просто. Я так понимаю, это связано с тем, что все-таки здесь климат такой более тропический. Здесь нет всяких разных морозов. И, в общем, здесь люди меньше простывают и, соответственно, меньше заболевают. Ну, я не знаю, как это связано с коронавирусом, но лично я ничего такого здесь не замечаю. Пару раз спросили, у вас, говорит, есть вообще QR-код? Я говорю, нет, я гражданин Казахстана, я иностранец, у меня ничего такого нет. Они, а, ну ладно, окей. Смотрят паспорт и все, больше им ничего не надо. Поэтому, если собираетесь в Турцию, едьте смело. Но сегодня был, было такое пару раз прохладный ветер. Ну, в любом случае, так или иначе, вот в курточке, вот в обычной, вот в такой легенькой. И у меня майка там, и все, я себя комфортно чувствую. Вторая крепость. Я, честно говоря, про нее ничего не читал, про эту крепость. Но видно, что это примерно десятый век, я так думаю. Достаточно неплохо она сохранилась. Скорее всего, она тоже не работает. И, в общем, я пока проезжаю. Кыса, это же девочка по-казахски. Ну, и, в общем, турецкий и казахский язык, они похожи очень сильно. И, получается, Кызыл, это девочка, а Колесей, это крепость. И, в общем, это крепость, типа, девочки, крепость для девочек. Прочитал в интернете, оказывается, есть такая легенда, что, оказывается, этот замок построил султан для своей дочери, которой было предначертано умереть от укуса змеи. И, в общем, типа, она там жила, в этом замке, и, короче говоря, кто-то с фруктами принес змею, и, в общем, вот так. Городочек очень маленький, два замка. Возможно, что-то еще есть. Я, честно говоря, не хотел бы здесь останавливаться, поэтому я еду дальше, в сторону Мерсена. И здесь уже меньше скал, меньше вот этих гор, меньше же серпантина. Дорога просто спокойненько вот так проходит, живописно. Возле моря, возле пляжа. Мне кажется, те люди, которые строили эту дорогу, они понимали, что надо дорогу прямо вот строить рядом, чтобы водители ехали и кайфовали от того, что они видят. Вот так вот можно спокойно ехать, искать отель, который вам нравится. И, скорее всего, в Агодье, возможно, этого отеля не будет, или в Букинге. Но он будет, и он будет работать, и он даст нормальную цену. Я вам даже больше скажу. Последнее время вот эти сайты по бронированию билетов, по бронированию проживания, они, и по бронированию билетов, кстати, тоже, авиабилетов, они предлагают какие-то такие цены странные. То есть порой прийти и позвонить там, как-то забронировать через отель, получается намного выгоднее, чем через вот эти сервисы бронирования. Вот. Это вот самые высокие здания, это отели. Тоже какой-то курортный. Какой-то курортный. Началась молитва. Я думаю, сюда турки любят, наверное, приезжать вот подальше от наших, от вообще всех, или либо европейцы. Потому что, если, к примеру, наши любят вот эти городочки, типа Белик, Аланьи, Анталия, то иностранцы, они наоборот, стремятся куда-то подальше. Видите, вот это вот, то, что сгорело, теперь они это все грузовиками прям вывозят. Иностранцы, они стараются ехать куда-то подальше от наших, от СНГ. Первый признак хорошего места, хорошего отеля, если там останавливаются японцы. Потому что туристические агентства Японии, они не отправляют, как правило, японцев куда попало, или туда, где им может, к примеру, не понравиться, или еще что-то. Поэтому, если вы едете куда-то, и рядом с вами отдыхают японцы, значит, ну, это хорошее место. Да, здесь тоже симпатично. Вот, дорога вот так вот проходит, и периодически такие виды красивые. Я как будто бы какое-то кино смотрю. Фильм National Geographic. Так вот, друзья, надо путешествовать на машине, чтобы вот это все увидеть, потому что приехать, поселиться в отеле, это такой сомнительный туризм. Поселиться в отеле, наверное, где-то и у нас. Ну, хотя, цены, вот, допустим, я сегодня останавливался в отеле. Вообще, такой прекрасный отель, 4 звезды. Я перевел на наши деньги, там получилось 12-13 тысяч с завтраком. Это вообще, ну, у нас нереально такой отель найти за такие деньги. Плюс ко всему, там еще постоянно можно чай бесплатно пить, воду можно, они дают. Вот, и там шампунь, вот это все-все, все эти причиндалы, примочки, спа. Это все стоит нормальных денег. Вот, зовет покушать. Ну, к сожалению, друг мой, я пока еду. Интересно, очень много отелей, они все какие-то высокие такие. Сейчас буду проезжать, если увижу вывеску, обязательно вам скажу, как этот. Называется город. Вот так он называется, Аяс. И следующий Тиртат. Проехал я этот городочек. В общем, он называется Аяс. И сразу тут же вот, пожалуйста, какие-то руины. Я, честно говоря, уже даже не читаю про них, потому что их здесь настолько много. Просто какое-то невероятное количество, и они реально повсюду. Вот эти даже никак не охраняются, никак никто за ними не следит. Просто любой желающий может зайти. Но я вам должен сказать, что преследуется по закону, если кто-то захочет разрушить или сломать. Вот вандализмом, видите, разрисовывают, занимаются здесь. Здесь пошли прям города такие курортные, курортные. И на каждом шагу прям вот много видно, что построено отелей, либо это дома построенные для того, чтобы для сезонного отдыха. И они прям вот до Мерсена идут очень далеко туда. Вот это да! Ребята, посмотрите, что я нашел. Это какой-то капец. Я так понимаю, это резервуар для воды был, или цистерна, что-то с этим связано. Здесь высота, я не знаю метров сколько. Метров 15, наверное, 10. Очень высокая, и оно сохранилось достаточно неплохо. Вот такая вещь здесь есть. А там бутылки какой-то, мусор, как у нас в подвалах валяется. Вот, средневековое сооружение. Прям такие серьезные руины. Их здесь очень много. И они просто брошены. А вот это, я так подозреваю, был резервуар, и у него крыша, там прям травой все заросло. Я думал, что там интересно внутри. Вот так, если подняться сюда наверх, и вот здесь погулять, вот так вот, я думаю, даже это может быть опасно, потому что, ну, там как бы этот, подо мной сейчас вот то, что я вам снимал. Но я на всякий случай лучше вот так по краюшку здесь пройду. Капец. Какая-то Турция меня вообще не перестает удивлять. Это вот, наверное, 30, где-то на 50 метров расстояние здесь. И это гигантское такое сооружение. Я думаю, оно использовалось, скорее всего, для того, чтобы воду собирать и потом хранить ее здесь. Удивительно. Для меня загадка вообще. Как они это, во-первых, все строили, во-вторых, почему это все не охраняется и вот в таком вот виде заброшенном. Друзья, всем рекомендую обратить внимание вот на вот этот вот городочек, который я только что проехал. Я даже в какой-то момент думал там остановиться, погулять там, пошариться, но понял, что еще 4 часа я могу ехать, и я вот прямо по курсу вижу там еще другие интересные места. Дело в том, что сегодня совсем мало проехал, и хотелось бы хотя бы 50-60, может быть, 100 километров проезжать в день, поэтому я поехал дальше, но этот город, он прям меня удивил. Небольшой такой городочек. Он действительно, там много отелей, и я так понимаю, цены сейчас там на отели, я просто так быстро, мельком посмотрел, цены там от 200 лир. Это 15-10 долларов. Я не знаю, в Казахстане, наверное, даже посуточно вообще ничего не снять, и нигде не поселиться за такие деньги. Я так понимаю, в этой части Турции выращивают лимоны, вот всякие апельсины, мандарины, грейпфруты. Они, наверное, здесь хорошо у них растут. Там до Мерсена остается 35 километров. Я думаю, я все-таки доеду туда. Вот, с левой стороны. И прям машинами это возят, коробками. Это все сейчас на Новый год к нам в Казахстан привезут. Видите, прям на дороге мешками это все продают. И слева, и справа плантации. В некоторых местах они прям устраивают, во-первых, вот стихийные вот такие вот места продажи, а во-вторых, прям оттуда есть окошки там, типа проходных, и они прям оттуда продают вот это все. Вот это чья-то ферма, и апельсины растут вот таким вот образом. Листики похожи чем-то на, ну, на дерево лимона, я думаю. Многие видели, как лимон растет в квартире у кого-то. Деревья, в принципе, невысокие. И вот так это все растет. Я уже подъезжаю к Мерсену. Здесь вот начинаются такие высокие дома. И, что характерно, температура падает, потому что я потихонечку отдаляюсь, еду на север. Не сильно, конечно, но достаточно уже здесь прохладно становится. Вот. А это лимоны растут вот так вот. В Турции любят делать придорожные всякие кафе, закусочные. У них здесь этот автобус припаркован, я так понимаю, он ездить не может, никуда не поедет. Хотя, если сильно постараться, я думаю, его можно зацепить. И да, он поедет. Если трубу вон ту снять, в принципе, можно сделать так, чтобы он поехал. И покушать здесь. Вы такое видели когда-нибудь? Автобус-кафе. Решил сделать остановку. Примерно километров 20, наверное, 15 до Мерсена осталось. На берегу пляжа тоже этот отель еще меньше стоит. Друзья, я, честно говоря, Турция, меня не перестает удивлять. С каждым днем что-то, какие-то новые эти события. Этот отель стоит 300 турецких лир с завтраком всего лишь. Это примерно 20 с чем-то долларов, около 20 долларов. Здесь есть аквапарк, большой бассейн. Естественно, это сейчас ничего не работает. Но это здесь все есть. Есть спа, хамам. Туда тоже можно сходить. Цветочки везде растут. Садовники здесь, конечно, молодцы. Постарались, потрудились на славу. И вот здесь такой комплекс отельный. Он состоит из таунхаусов. Четырехкомнатные, по-моему, здесь домики такие. Но я думаю, разные есть. И 300 турецких лир. Может быть, из-за того, что они не могут останавливать работу на зиму. Но очень много зелени. И она еще такая разная здесь. Вот. Вот такие вот домики. Вот здесь ресторан. Завтра мы здесь будем завтракать. Ну, воду они, естественно, слили, чтобы не чистить ее. Ну, здесь есть все вообще. Все, что угодно. Даже сцена. Здесь все на турецком, на английском. Я так понимаю, немцы и русские сюда не приезжают. Потому что даже на рецепшн девочка плохо разговаривала. Вот так он выглядит. Здесь вот много блоков разных. И прямо на самом берегу он находится. Основная прелесть путешествия по Турции зимой заключается в том, что вы можете остановиться в любом отеле, который вам понравится. И, естественно, здесь будут, во-первых, комнаты. Во-вторых, цена вас приятно удивит. И, ну, представьте, как бы можно сюда приехать там на 10 дней. 80 тысяч, к примеру, будет комната стоить. Грубо говоря, там перелет на одного человека может быть тысяч 40, там 50. Можно еще меньше найти. Если искать, периодически авиакомпании выкидывают специальные предложения горячие. Вот, к примеру, Пегасус мне присылал предложение, что за 9 евро можно прилететь в Анталию. Конечно, сюда потом надо будет доехать. Но, так или иначе, 9 евро плюс комната здесь. Ну, и в общей сложности это сколько выйдет на 10 дней? Я думаю, немного. Вот прям сразу же тут же выход на пляж. Пляж здесь песчаный. И это не означает, что именно надо прям сюда ехать. Можно поискать отели, потому что сейчас именно из-за того, что такой сезон, естественно, что-то сейчас здесь в этом отеле не работает. Но зато, зато здесь апельсины на полу валяются. И причем вот есть апельсины, вот только что я с пола поднял. Это нормальный апельсин? Его можно кушать? Ребята, да здесь можно апельсинов собрать только на 20 долларов. Вот это апельсиновое дерево, А это лимонное дерево. Лимоны не валяются на полу, наверное, еще не поспели, но апельсины есть. Я теперь апельсины не буду покупать, зачем мне их покупать? Вот второй, тоже такой же, он только что упал. И сколько угодно этих здесь апельсинов. Приехали в отель, апельсинов наелись, в спа напарились. Короче, я так понимаю, я заплатил эти 300 лир просто так. Это была формальность. Они мне не могли сюда бесплатно запустить. Вот здесь костры можно сжечь, мангал, барбекю. А вот здесь по соседству у них вот такие вот виллы. Красивые, симпатичные, тоже с лесами. Апельсиновыми, с апельсиновыми рощами, с лимонными лесами. И получается, здесь тоже какой-то коттеджный городочек, потому что он туда прям проходит на несколько километров. Другой вопрос, какой смысл покупать эту виллу за несколько сотен тысяч долларов. Ну, я не знаю, сколько она стоит. Может, она 100 всего стоит. Если можно прийти и за 300 лир по соседству остановиться в точно таком же месте. Прямо на берегу. Здесь такая набережная красивая. Такие закаты красивые. И вот идут отели, жилые комплексы одни прям за другими. Я, мы когда путешествовали по Америке, я вот встречал вот такие вот места, какие-то такие красивые, с вот такими красивыми детскими площадками, вот тут домики на деревьях. Ну и в общем виллы какие-то в таких местах. Я думал, блин, как классно, на берегу моря такие виллы красивые, симпатичные. Наверное, это только в Америке может быть такая трава зеленая. А на самом деле, вот, пожалуйста. Я думаю, цены здесь в несколько раз ниже, во-первых. Во-вторых, ну вы приедете, поживите здесь сколько хотите. Езжайте в другое место. Какой смысл привязываться к одному какому-то месту жительства, если можно путешествовать и постоянно новые разные места какие-то исследовать, обследовать? Наш мир на самом деле очень большой. Вот здесь еще один отель. Прямо рядом, получается, с тем местом, где я сегодня поселился. Он вообще гигантский. Я не знаю, здесь, наверное, сотни прям номеров. Возможно, даже тысяча номеров здесь есть. И вот он закрыт, он не работает. Там аквапарк, как бы все дела. И я не знаю даже, сколько он закрыт, потому что, ну, были закрыты границы, был ковид и так далее. Еще сейчас плюс ко всему не сезон. А он, я вижу, что там просто все закрыто, двери закрыты, и он вообще никак не функционирует. То есть, я так понимаю, что этому отелю самого себя содержать даже нет смысла открываться, потому что нужно заплатить за электричество, за уборку и так далее и тому подобное. Поэтому они просто берут и закрывают. А еще вот, друзья, смотрите, как здесь в Турции относятся к домашним животным. Вот корм насыпан здесь. Это мешок с кормом. И это все вот просто посреди улицы, посреди пляжа, посреди того места, где я гуляю. Вот мои апельсины оставил, даже никто их не взял. В общем, друзья, конечно же, кардинально отличается ситуация, отношение к животным. Вообще люди очень сильно отличаются. И, ну, у нас, конечно, бы никто вот так не взял бы, не поставил бы мешок с кормом. Потому что у нас некоторым людям самим есть нечего. Ну, я, конечно, утрирую, но так или иначе. Прям на улице. Я думаю, я буду на этом заканчивать. Пойду в хамам, в сауну, в спа. Может быть, массаж делаю, если там массажисты есть. И увидимся в следующих видео, как всегда. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.